Чтобы иномарки не целовались на скользких улицах и трассах, в преддверии зимы дорожное ведомство, что называется, готовит сани. На областных магистралях установлено еще 26 видеокамер. Метеопосты появились на въездах в регионы в Старомайнском, Индинском, Меликесском и Радищевском районах. Дорожные службы переведены в круглосуточный режим работы. В зимний период мы планируем использовать в содержании порядка 270 зенит техники, из которых на сегодняшний день 170 уже подготовлены для работы в зимний период. И стоит добавить, что из них это 54 комбинированные дорожные машины, которые зарепокрованы в настоящее время в каждом муниципальном образовании. Погода в доме. На совещании коснулись и темы отопления. Напомним, в подготовительный сезон несколько управляющих компаний ко встрече тепла готовы не были. Как область в итоге встретила похолодание? На сегодняшний момент все проходит в штатном режиме. На все объекты социальной сферы тепло подается в стопроцентном объеме. Что касаемо многоквартирного дома, на 5379 многоквартирных домов с центральным отоплением также стопроцентная подача тепла. Министерство, в свою очередь, проводит мониторинг по температуре учреждений социальной сферы. Температура составляет от 18 до плюс 24 градусов по Цельсию. Спорт высоких достижений или высоких цен. Президент России обратил внимание на коммерциализацию детского спорта. Неправомерных поборов быть не должно, заявил глава государства. В профильном министерстве пояснили. Плату берут лишь за детей, не прошивших конкурсный отбор в спортшколы, а также за дополнительные индивидуальные занятия и выезды на турниры. Все строго по договору и согласно установленным тарифам. И третьим направлением внебюджетной деятельности является представление в аренду недвижимого имущества и оборудования. Большой популярностью здесь пользуются спортивные залы для занятий игровыми видами спорта. Это футбол, баскетбол, волейбол, а также бассейны и ледовые арены. Обращаю внимание, что внебюджетная деятельность осуществляется исключительно во время, которое не используется на выполнение госзаданий по программам в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. Еще одним штрихом региональной повестки стало завершение программы ФКГС. Нацпроект «Жилье» и «Городская среда» действовал на территории области 5 лет. По федеральному проекту формирование комфортной городской среды в Ульяновской области за период 2019 по 2020 годы на территории 9 муниципальных образований регионов благоустроено 475 дворовых территорий и 95 общественных пространств. Также 11 общественных пространств – это проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году по нацпроекту ремонтируют еще 73 двора и 16 общественных пространств. В 2024-м на смену придет новый национальный проект. Вячеслав Номожилов, Павел Исланиди, репортер 73.